Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. Сегодня буду черенковать колиусы. Раньше я всегда вам говорила, что колиусы так хорошо ведут себя в воде, можно держать их хоть целый год. Но, друзья, второй уже год, второй сезон, почему-то корешки подгнивают. Я сейчас вам покажу. Вот, посмотрите, здесь вот дают корешки, вот в этом вот месте, да? А здесь вот совсем гнилой. И в прошлом году точно так же гнили корешки, не все, но много. Я потом их обрезала и зачеренковала в землю. И, представляете, в земле сразу укоренились хорошо, были хорошие колиусы. А моя одна знакомая, с которой меняемся колиусами, у нее тоже не получилось в воде укоренить. И поэтому все пропали. Сейчас я набрала таких красивых колиусов. Представляете, я вот только такую расцветку раньше видела в роликах, которые я смотрела на ютубе. Вот такой вот у меня был, но куда-то исчез. Ну, очень красивая. Хана тоже была, исчезла. И я взяла у знакомой. Вот такого у меня не было, оранжевого. Вот, какие красавицы. Я боюсь их потерять. Вот такие. И поэтому я их пойду и зачеренкую в землю. Я уже приготовила тару. Сейчас по-быстрому все зачеренкую и вам покажу. Буду заниматься черенкованием под открытым небом. Вот здесь мой рабочий стол. Грунт я уже приготовила. Знаете, все время вам говорю, что черенкую в грунт агробалт синий. Так хорошо приживается. И действительно укореняется 100%. Но в магазин еще его не завезли. Да я почему-то и боюсь в этот раз черенковать в агробалт. У меня было столько мошек в грунте. Я не знала, как с ними бороться. Они ведь мешают развиваться нашим растениям. Подъедают корешки. Растения плохо растут. Поэтому я купила себе два брикета. Кокосовый брикет и биомастер почвогрунт. Кипятком все залила. Я думаю, даже какие там и есть мошки, они пропадут. Да и там их не должно быть. Они же термически обработаны. Эти брикеты. В них я буду черенковать. Потом посмотрим результат. Будут ли мошки, как укореняться. Я вам все покажу и расскажу. Буду черенковать в 200-граммовые стаканчики. Раньше могла черенковать в 100-граммовые, потом переваливать. А сейчас хочу держать в 200-граммовых стаканчиках очень долго. Мне пишут, что черенкую в 200-граммовые. И держат их всю зиму в них. Просто перечеренковывают. В другие тоже 200-граммовые это выбрасывает. Место занимает меньше. Я вот думаю, что место занимает меньше. Это точно. Ну, попробую. Спасибо за подсказку. Может быть, у меня что-то и получится. В большой, конечно, таре я их не держала. Самая большая тара была. Это 500-граммовая. Хватит ли у меня терпения продержать их в 200-граммовых стаканах? Друзья, это для новичков. Проделала отверстия в стаканчиках. И вот у меня корневин здесь. В баночке из-под крема. Это так удобно держать. Беру колюс, обмакиваю. Немножко встряхнула. И переношу его в стаканчик. Еще покажу. Вот такая красота. Прямо красота неописуемая. Я так рада, что у меня теперь такой колюс. Все нижние листочки оборвала. Обмакнула. И переношу его в стаканчик. Вот так поставила. Чуть-чуть прижала. Чуть-чуть прижала. Все. Уплотнила. Готовый. В этот раз под рукой оказался гвоздь. Толстый большой гвоздь. Им и проделываю отверстие. Можно фломастером старым. Любым приспособлением. Желательно укоренять по два одинаковых растения. Вдруг что-то случится и один пропадет. У нас всегда будет в запасе другой колюс. Если листья крупные, то их можно по пол листа обрезать. Ничего страшного не будет. Вот такая красота теперь в этом ящичке. Просто какой-то ковер гобеленовый. Симпатичные. Вот покажу вам поближе. Такие растюшечки. Просто симпатичные. Вот этот зеленый с какой-то бахромой. У меня есть примерно такой, но не такой. Вот новенький. Но красотинки, красотинки. Я сейчас еще зачеренкую примерно такой ящичек. В теплицу колеусы ставить не стала. Ночи холодная уже. 8-10 градусов. Для них это холодно для укоренения. Поэтому занесла домой в светелку. Здесь, конечно, у меня семена, помидоры. Но я найду им место. Включу еще подсветку там на верхнем полке. В общем, разберусь. Подписала. Сегодня 21 августа. 24-й год. Посмотрим, через сколько дней они укоренятся. Приготовленного мною грунта мне не хватило. Поэтому я решила использовать простую использованную землю из-под цветов. Но я ее обязательно пометила. Поставила бирочки, что именно у меня здесь такой грунт. Посмотрим, все-таки будет какая-то разница или нет. Обязательно вам покажу. Не переувлажняйте грунт. У меня он был слегка увлажненный. И я сейчас немножко из спринцовки его полью с фитоспорином АЦ. От грибковых заболеваний. Увлажнять буду совершенно понемножку. Вот видите, сколько. Понемножечку. А лучше, конечно, увлажнять сразу грунт в общей таре. Кулак сжали. Если он не рассыпается, а при легком нажатии рассыпался, вот тогда ваш грунт в меру увлажнен. Еще готовая одна тепличка. В ней тоже очень красивые колюсы. Вот так покажу вам, чтобы вы увидели. Здесь вот видите, опять повторяются сорта. Они очень редкие. Я, конечно, их отдам своим подружкам. Все бы вас забрала домой. Все как есть. Какие же вы красивые. И мне так вы нравитесь. Каких только у меня расцветок нет. Разные, красивые. А вот здесь хочу вам показать. У меня спорт от вот этого растения. Представляете? Нет ни одного зеленого пятнышка. Вот такой вырос спорт. Удивительно. Разрослись такие красоточки. Но как же вас не любить. И как же вами не восхищаться. Вы мои хорошие. Как же мне жалко. Уходит, уходит время. Последние денечки. Ну, не последние. Еще, наверное, недели две они будут стоять красоваться. Но это же ведь так мало. Так мало времени на их полюбоваться. А эти кустищи. Ну, просто нет слов. Какие красивые. Вот столько еще осталось дома кулиусов. Которые нужно придать земле. Так сказать. Которые нужно укоренить. До свидания, друзья. С вами была я, Наталья. И мой канал делимся опытом взаимно. Взаимно. Оставайтесь со мной на канале. Это второй ящичек. А кто не подписался, подписываемся.